Приветствую вас и первое, что хотелось бы вам порекомендовать в вашем случае, это обязательное прохождение медицинского обследования на наличие заболеваний. Потому что все вот это вот за вас происходит, может явно говорить о наличии физиологических проблем у вас, это первое, это первое, второе. Для обследования именно психологической части, я бы рекомендовал вам в первую очередь обратиться в психиатру или психотерапевту, чтобы вот он диагностировал у вас отсутствие или наличие определенных проблем. Если диагностирование выявит какие-то отстранения, с которыми может бы работать психиатр, то, соответственно, вам будет поднашено лечение, в том числе и психологическая помощь, и в рамках вот этой вот психологической помощи уже вам можно будет работать с психологом. Но при поддержке медикаментов обязательно. Значит, для психолога вам нужно более подробно рассказать о своем детстве, о своей деятельности, о том, что случилось полгода назад, да, почему вот полгода назад у вас начались эти проблемы именно полгода назад, что поменялось в вашей жизни. И в частности, вот если говорить про информацию, которую вы предоставили, то здесь у вас отношения с дорогим человеком, с самым дорогим человеком, пока еще моим другом портятся, он стал пытаться помогать. Во-первых, помогать в чем он устал пытаться? Почему он устал? То есть, когда человек помогает, он помогает, он не во время себе, он делает это, потому что хочет. А у вас получается такая ситуация, что ваш близкий человек, он как будто бы, вот вы знаете, как будто бы жертвует собой ради вас. Это все-таки не есть хорошо, это все-таки не есть что-то правильное, если мы с вами говорим в этом контексте уже. Вот. Ну, в принципе, все, что можно вам порекомендовать на данном этапе, я бы, я, в принципе, порекомендовал. Скорее всего, у вас, если вы говорите, что истерики длиной в час и больше, это либо панические атаки, либо расстройство, либо невроз. Вот. Но если невроз, то нужно исследовать причины. Так же так и представить, как и в случае панических атаки. Все это нужно разбирать с вами, изучать, смотреть, тогда, возможно, что-то будете порекомендовать. А пока этот вытышать, это всего лишь следствие, никак не причинен. Обязательно, обязательно обследование у врача, медика хотя бы. Пройдите, вам это будет полезно в данном случае. Вот. Только потом уже вам не будет обращаться к психологу, когда будут исключены все вот эти вот возможные моменты, связанные с физиологией. Потому что если есть физиология, то психологу вам не помочь никак. На этом все. Надеюсь, что мой ответ был вам полезен. Если у вас остались ко мне вопросы, буду рад помочь, пишите в личку. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи. Спасибо.